Приветствую вас! Как я понял, вы пришли к нам на ресурс за совершенно четким и предельным советом, как и что делать. Я не могу, к сожалению, дать вам совет, потому что это было бы не профессионально с моей стороны, но я могу вам указать на некоторые ваши ошибки и дать небольшие рекомендации по поводу того, как вам вести себя дальше в дальнейшем, девочки. Значит, как я понял, у вас, по сути дела, не было общения как никакого с ней, один на один, не было каких-то взглядов, не было скромных взглядов, не было больше никакого общения, никакого движения. Ну вот, значит, вот вы, понимаете, вы в своем первом абзаце пишете о том, что вот, значит, открытая девочка при этом с синим характером. У нас был легкий фирс какое-то время, но я очень долго вот этого не говорил о своих чувствах. Мне хотелось оставить все так, потому что мы виделись каждый день, и между нами было это напряжение, постоянно вылавливали друг друга взглядами. Ну вот, значит, почему был легкий фирт между вами? Почему вы начали общение с девушкой, которая вам вроде как нравится, с легкого фирта? Вы не понимаете, что фирт это не тот способ, да, чтобы узнать человека. Фирт это вообще не способ узнать человека. Фирт это способ, ну, провести какое-то время вместе, может быть. Фирт это способ как-то близиться к девушке, но фирт это проявление несерьезности. И вот здесь два ошибка в том, что имея на руках, по сути, только фирт, то есть вот только фирт вы имели на руках, кроме фирта, больше у вас ничего не было. Вы пытались девочку вызвать на разговор, хотя о чем разговор, если она, по сути, это дело вас и не знала даже, как я понял. То есть о чем здесь можно было разговаривать, ну, в некоторой степени для меня загадка. Поймите меня спасаться правильно здесь. Вот. Значит, у вас нет с ней ничего общего. Как я понял, у вас вот очень мало с ней было общего что-то, и отсюда возникли проблемы. Потому что вы посчитали, что вы можете в девушку уже сбежаться, а ей явно лёгкий фирт был, ну, просто начал, просто трамплином. Она ждала от вас, что вы её куда-то пригласите, она ждала от вас ухаживание, она ждала от вас какого-то общения, она ждала от вас какого-то сближения. А вы ей, получается, по сути дела этого сближения как бы вроде бы и не дали. И вот это, на самом деле, это основная ваша ошибка, которую вы совершили, по моему мнению здесь. И, соответственно, не имея ничего общего между вами, вы надеялись на то, что у вас тут это получится. Ну вот, собственно, это первое. Теперь, если мы с вами говорим о том, что вам делать, и если мы с вами говорим о том, как вам себя вести дальше, то постарайтесь всё-таки извлечь определённые выводы из того, что вот с вами произошло. И если вам девушка нравится, если вы хотите быть с ней, то, соответственно, приложите усилия для того, чтобы между вами появилось что-то общее. Не обращайте внимания на этих молодых людей, которые рядом с ней. Все эти люди, в принципе, приходящие. Они есть, их нет, это не особо важно. Ладно другое, что вы направляете свою энергию на то, чтобы с девушкой общаться просто на отвлечённые темы, как друзья. Узнать, какие у неё интересы, что ей нравится, что её увлекает, что её интересует. Вот. Завести нормальный такой с ней дружеский диалог, дружеский контакт, чтобы она, грубо говоря, не боялась с вами общаться. Потому что вот пока, как я увидел, она, к сожалению, именно боится с вами общаться. Она знает, что вы можете её начать там опять, например, целовать, да, и так далее. Вот. И вот данный аспект как раз-таки вам нужно полностью из восприятия девушки вас исключить. Потому что если она будет думать, что вы интересуетесь ею только в контексте, вот именно, только в контексте, например, секса, только в контексте каких-то поцелуев и так далее, то она, естественно, будет вам давать отворот по ворот, потому что, ну, не считает вас каким-либо достойным мужчиной, а главное, серьёзным мужчиной. То есть вот именно ваша серьёзность здесь под большим вопросом. И вам нужно как раз-таки показать ей, что вы очень серьёзно настроены. Но что значит очень серьёзно настроены? Не по отношению к ней. Сейчас этого показывать не нужно, что вы серьёзно настроены по отношению к ней. Вам нужно сейчас показать, что вы интересуетесь, ну, вот, не только сексом. Что вы интересуетесь, ну, вот, не только её, как её видом, то вы интересуетесь не только ею. А показать нужно, что вы интересуетесь ею как человеком, понимаете, как личностью. И вот это, в свою очередь, и даст вам тот результат, который вы хотите. То есть ситуацию не испортить. Поэтому сейчас, на данный момент, вам нужно действительно немножечко повременить. То есть вообще не проявлять себя никак. На данный момент вам нужно просто, ну, проявлять себе нейтралитет. А потом, спустя какое-то время, скажем, ну, например, допустим, может быть, пару недель, или, может быть, чуть больше. Вот, дать ей понять, что вы интересуетесь ею как человеком. То есть спросите у неё что-нибудь. А задавайте ей какие-то вопросы, посвящённые, там, вот, например, таким мелочам, как её аксессуары, значит, которые у неё на руке. Вот, спросите, куда вам, например, можно было бы пойти, провести время развлечь. Вот. Или просто поделитесь с ней, что вот я так люблю это место, мне оно так нравится, и так далее. И девушка поначалу к вам будет относиться довольно-таки настороженно. Это вот, пожалуй, тоже нужно понимать, что если вы проявите к ней некую такую вот активность, да, то она далеко не сразу раскладывается, и далеко не сразу будет охотно идти с вами на контакт. Ну, просто потому, что будет ожидать того, что вы вновь будете её целовать. Вот. Ну, это, естественно, не то, чего она хочет. И, как следствие, она будет напряжена. Вот. Напряжение здесь, это совершенно нормально. Вот, понимаете, его, ну, опять же, на мой взгляд, нужно совершенно спокойно. Ваша задача, скорее, это напряжение её преодолеть, чтобы его не было. И для этого нужно время. Нужно время и последовательное поведение ваше. Вот, чем более ваше поведение будет последовательным, чем более ваше поведение будет стабильным. То есть я имею в виду, что значит стабильность. Стабильное поведение, я имею в виду, что вы будете следовать линии поведения. Не будете менять его линию поведения этого строя. Вот, если всё будет так, то проблема, на мой взгляд, сама собой со временем разрешается. Ну, только нужно понимать, конечно, что на это потребуется время. И вопрос здесь в том, сколько вы готовы ждать. И вообще, чего ждать. То есть я понимаю, что вы молодой человек, что, в общем-то, вам хочется, чтобы у вас была девушка, вам хочется, наверное, и секса, и так далее. Вот. То есть вам может иметь смысл с другой девушкой начать встречаться. Но вам, может быть, может иметь смысл отношения какие-то завести, чтобы всё-таки не быть зависимым от неё. Чтобы иметь меньше именно вот значимости ей придаваться. Это вот было бы весьма грамотно с вашей стороны. Такая вот линия поведения, направленная именно на вот это. Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что менталитет англичан, как я понял, вы в Англии живёте, так вот менталитет англичан – это не то же самое, да, что менталитет русских, например. То есть, если вы, допустим, с русской девочкой вот так вот приглядываетесь, ну, значит, скорее всего, действительно есть какая-то симпатия у неё к вам. А англичане, как и любые европейцы, ну, они немножко по-другому это всё воспринимают и, собственно, для них это может ничего не значить. То есть, вы все-таки постарайтесь как-то вот культуру, в которой вы живёте, культуру людей, среди которых вы живёте. Старайтесь как-то изучить, чтобы лучше понять менталитет этих людей и чтобы не совершать вот таких ошибок, чтобы не обманывать, чтобы не попадать вот так в такие ситуации не очень хорошие для вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.